Не открывать подозрительные письма и использовать только проверенные каналы связи. Практические советы и разработанные программы для защиты информационных систем представили на специализированной конференции в Киеве. Как обезопасить свою компанию от кибератак, далее в сюжете. Уже включая компьютер или любой другой гаджет, вы становитесь потенциальной жертвой для киберпреступников, утверждают специалисты по IT-безопасности. Скрытая угроза поджидает где угодно. В частности, заразиться можно при элементарном скачивании игры с бесплатного приложения. Бесплатный сыр, он только в мышеловке. Поэтому первое, это когда вы скачиваете бесплатный софт, когда вы скачиваете софт со всяких торрентов, отовсюду, задумайтесь, почему вам такое решение, которое стоит в магазине 100 долларов, вам отдают бесплатно. Потому что когда его вскрывали для вас, еще оставили для себя какой-то ход. Новые решения в области IT-безопасности представили на специализированной конференции. После атаки вируса ПТА компании стали больше уделять внимание электронной защите. Появляются новые разработки и подходы. К примеру, эта программа предназначена для определения уязвимости корпоративной сети и уровня внешних и внутренних угроз. Наша программа помогает обнаружить ненормальное поведение, скажем так, инциденты информационной безопасности в вашей инфраструктуре. Андрей Кузьменко представляет на конференции фирму, программы которой есть в каждом стационарном компьютере в Украине, а также обеспечивают электронной защитой государственные органы. Говорит, панацея от хакерской атаки не существует, но есть возможность минимизировать ее опасность. Наша задача, ну и безопасность, это не сделать там, не построить, скажем так, комплексную систему защиты, которая будет гарантировать безопасность, потому что никто ее не может гарантировать. Наша задача уменьшить риск до уровня приемлемого. Потери компании от атаки вируса 5А эксперты оценивают в 8 миллиардов долларов. Доля украинских компаний порядка 60%. Некоторые фирмы до сих пор не могут выйти на прежний уровень. Тем временем, госпецсвязь предупреждает о возможности новых кибератак. И напоминает, не открывать подозрительные письма и ссылки. Андрей Яковин, Евгений Сакун, UATV.